Драгоценное доброе утро! Я приветствую вас с любовью Иисуса Христа с огромной радостью из города Белово и с раннего утра хочу поделиться с вами Словом Божьим и зачитать один замечательный отрывок из Евангелия от Матвея 4 глава 23 стих. Написано, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Знаете, ключевое слово, над которым хочется сегодня поразмышлять, это слово «ходил». И мы видим, что здесь описываются дела Христа, Его цели, которые были поставлены перед Ним. И знаете, сегодня, размышляя, я пришел к такому выводу, что жизнь христианина, она тоже полна каких-то активных действий. Мы тоже очень много ходим, друзья. Мы ходим в магазины, мы ходим на работу, мы ходим учиться, мы ходим просто гулять вечерами, днями прогуливаться, отдыхать. Мы ходим, используя интернет-пространство, в соцсети, еще что-то. Мы очень ведем такой достаточно активный образ жизни, активную деятельность. Но знаете, мы видим, что у Христа была определенная цель. Он ходил не просто так. Он ходил, проповедуя Евангелие и помогая людям, и исцеляя людей, и молясь за людей. И знаете, анализируя Слово Божие, я прихожу к такому выводу, что Христос того же самого ожидает и от каждого из нас. В Евангелии от Матфея 28 глава 19 стих мы читаем, что Христос говорит, что идите и научите все народы. Крестя во имя Иисуса Христа передавая то, что я заповедал вам. В Евангелии от Иоанна 14 глава 12 стих тоже написано в словах Христа. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Друзья, перед нами стоит такая же задача, в принципе, как и стояла перед Христом. Проповедовать Евангелие, молиться за людей, помогать людям, поддерживать их. И для этого, конечно же, мы должны использовать все ресурсы. И интернет-пространство, и время, которое мы проводим в кругу друзей, в кругу коллег на работе, время, которое мы, может, идем в магазин, мы тоже можем использовать для того, чтобы проповедовать Евангелие и помогать другим людям. Драгоценные, давайте будем придерживаться видения Христа и делать то, что делал Он. Благословляем вас, молимся за вас, и надеемся, что вы тоже за нас молитесь, друзья. Благословит нас всех Господь. Аминь.